Дмитрий Кузьмин, директор Центра федерации «Социологических исследований» Мне, в самом деле, посмотреть на эти три очень разные образцы из перспективы экспортных отношений. Но, точнее, экспортно-инспорт, поскольку тут речь идет не только об экспорте вещей, людей, но и отношениях, но и о выборке тоже. Ну, то, что говорят, речь о невидимом экспорте. Такая капуализация, которая неизбежно вовлекла нашу страну в эти отношения, она позволяет оценить успешность экспорта и импорта, и людей, о которых идет речь. Здесь все три текста объединяются в основном производством, потреблением и распространением имиджа советских. Как он, кем производится, кто его распространяет и как его потребляют там. Но, с другой стороны, идет речь о потреблении импорта, хотя известно, как он производится и распространяется. В этом году экспорт идей был очень важен в советское время, в 20-е годы, поскольку мировая революция требовала быстрого распространения. Потом, когда территория социализма совпала с территорией одной страны, то приняла ситуацию быстро защитный характер. И защитная модель социализма значительно уменьшились все эти отношения между советскими советскими странами. И даже инструмент, при помощи которого идеи распространялись, коментарный был ликвидирован. После победы в войне и захвата новых территорий, опять потребовалось уже с другой перспективой распространение социалистических идей. Если внутри страны для населения проблем не было, все понимали, что советское значит лучшее, это было в сознании не депренировано. Все знали, что все изобрели русские после определенной кампании в 1940-х годах. Первенство стало исключительно важным, как говорила Галина Орлова и как шутил советский народ на эту тему. Мы знаем, что впереди в области полета, впереди планеты всей. Но это что-то похоже на то, что историки любят первенство древности. Древность – это сильный аргумент в том, что это наше. Но здесь первенство, что только история советского судьба, советского вообще не так велика, то объяснялось это все первенство. Важно, внутри мы всех убедили, а вот вовне убедить будут значительно сложнее. Когда сконструировали остров в Советских Союзах, это было не что-то важно. Долгое время разбираются с теми, кто был за границей, разбираются с теми, кто с войной прошел за границей, видел то, чего не надо видеть. Активно используют статью преклонения перед Западом, запрещают брать с иностранцами, переговоры. Но страна все-таки находится в конкуренции с Западом и не может оставаться островом. Поэтому возник вопрос, каким образом мы можем приобрести новые ресурсы, которых у нас нет, в том числе технологические ресурсы или новые детей в науке. И как совместить это с заверенностью общества. Шпионы, конечно, крали, как тут показано, хотя и не все крали, шпионы у нас тоже кое-чего делали. Но нужны думающие люди, специалисты, которых можно послать туда, и вот они потроться от стену, я не знаю, что они там еще делали. Но хватит, чего надо. И нужно дать доступ этих специалистов к научным дискуссиям, поскольку наука развивается в общей дискуссии, а не только на одной конкретной территории. Одновременно возникли идеи с 1956 года, когда нужно было советским людям дать новые формы досуга. Например, поощрить свои хорошие труды. Вот о чем был доклад Владимира. Кроме того, что советские люди могут получить то, что раньше было им не зашло, они могли еще нести некоторые идеи назад и показать преимущества советского. Значит, вот подникла вот эта модель выездного туризма, которая повторяет, конечно, маршруты, которые были советского соединенного, внутреннего туризма. Мы помним, что все туристские прогулки по Петербургу, экскурсии, обязательно нужно было завести людей в новые районы и показать широкое мощное строительство, не знаю, хрущевских пятиэтажей. Как хорошо живет советский город, выпираясь без парад. И за экскурсоводами следили специальные люди, чтобы они не забывали сказать все нужные слова. Примерно такая же модель возникла и для внешнего туризма. Ну, вот о чем рассказывал парашю Владимир. Хотя людям, конечно, хочется... Алексей, я вас обращаю. Хотя хочется, конечно, шопинга, но интересно, что время-дерминив правила, которые внутри человека и которые возникают в ситуации необычной для него заграницей, они, в частности, были примеры в тексте, как люди недовольны тем, что местный режим Ленин почему-то не музеи-эффициентный. Хотя, значит, это никому не кажется странным на месте. Массовый туризм всегда курс с идеологическим контекстом и контроль восприятия чужого, восприятие чужих достижений, о котором тоже говорил Алексей, это было связано с тем, что мы не должны забывать о том, что наши все равно лучшие. Поэтому мы о том, что эти конструкции тоже были. Кразы не надо проявлять восторг по поводу уведения на варке. Значит, надо говорить, да, у вас очень хорошо, но у нас не плохо. Но для людей оказалось, что потребление вещей важнее потребление еды. И, значит, есть еще другой вариант, это не массового туризма, а вот этих специалистов, которые должны были ездить для того, чтобы поставлять новые возможности и ресурсы для нашей науки и техники, у них, значит, они должны были писать отчеты, и им поручались некоторые задачи, которые касались верболки. Да, и некоторые ученые честно признавались, особенно в последние годы, в том, что они вот занимались такой верболкой, и я даже помню, как один из ведущих социологов честно рассказал, как он в Англии в свое время верболок английского социолога и верболоков сказал, значит, успешно. Ну и вопрос, кого можно допускать к поездкам, потому что фактическим результатом становилось не распространение идеи, а скорее появление инакомыслия, а те, кто формировал идеологию, они сами заразались не идеями, которые позволяли им предлагать в ЦК идею расширения понятия социализма, там по-чешски, например, модели. Интересный состав, о котором выезжающих, о котором говорили, есть на Запад, в основном в этот массовый туризм ездили почти исключительно ИДР, есть такая статистика, там в втором месте у учителя, на третьем – врачи. И все время были постановления самых разных партийных органов, о том, что надо привлекать рабочих, не возникает почему-то вопроса, чем-то рабочие не ездили. Ну, потому что установки другие, сейчас, значит, устанавливаются на этом негадом, какие вопросы очень интересные. Дальше, есть или женщины? В два раза больше женщин, чем мужчин. Почему женщины? Вот возникает сразу вопрос. Ну, потому что у меня есть представление, что у женщин другое представление о досуге. Досуге может быть культурным, да? Зайдите в филармонию, увидите исключительно женский зал. Редко разнообразованы мужчины. Женщины стали такой, в то же время, главной статьей экспорта, а на первой сложнейшей, наравне с газом и нефтью. И для экспорта советских идей, например, гендерных. Я даже думаю, что гендерная революция на Западе произошла под влиянием именно советских женщин. Вопрос к методологии исследования. Архивные документы, значит, устная история. Я бы больше использовал, конечно, устную историю общения с информатами. Потому что, значит, документы дают нам одну картину, а люди говорят совершенно по-другому. Но историки обычно, когда не совпадают с документами, они обычно в пикусные отбрасывают свидетельства. Кроме того, люди же часто по-разному говорят. Официальным историкам или социологам они рассказывают, как надо рассказывать. Поэтому это довольно сложный, конечно, метод. Но триангуляция разных источников может дать совершенно другие результаты. А меньше... Так, пропускаем. Доклад... Доклад об импорте технологии и идеи. Да, точек, давай. Но там поездки туда-сюда разные результаты. И опять стоит вопрос об эффективности. Каким образом можно использовать у противника для того, чтобы достигнуть его технологического уровня, это, конечно, для всех вопрос, для всех стран примерно одинаково стоит. Но есть ли в этом что-нибудь специфическое советское? Оказывается, есть. Вот пример, который я видел в этом тексте. Там, как трубы поставили, они быстро уходят для строя. Потом выясняется, что там была атмосфера из хлора, очень сильно разъединяет трубы. Это не предусматривалось финскими специалистами. Я могу такой же пример привести в Новороссийске, когда построили завод по производству пепсикола в начале 70-х годов. Поставили оборудование американцы, отлично все работало, уехали, перестали работать. Снова приехали, все удивлялись, опять перестали работать. Потом выяснилось через некоторое время, что, конечно, у нас технологи разбавляли, а техника переставала работать. Но это некоторые советские практики, которые потом проявлялись, не знаю, что, по разбавлению бензина в Нью-Йорке где-нибудь или в Германии. То, до чего не раздумывались местные люди. Какие выводы мы можем из этого сделать? Вот почему исследователь не делает историю. Дает замечательный материал по истории науки и техники, по истории заводов. Что очень важно для понимания того, как функционировало наше производство вообще. Ну и делает выводов, почему-то предоставляет эти выводы делать другие. То есть снимать слипы должны другие люди. Ну, например, в чем дело, почему эти различия возникают. Есть ли что-нибудь советское в том, что вот у нас все так. Выясняется, что отношение к труду, о котором говорили, другое. С другой стороны, люди, которые уезжали на Запад, эмигранты еще того времени, они отлично, наверное, приспосабливались к условиям западного права. Да, вот даже в Финляндии уезжали по Финно-Свинским миграционным планам. А потом мы, анализируя этот материал, можем сказать, а у нас другая производственная организация, у нас различия в организационной и производственной структуре огромные. Поэтому люди, которым мы приписываем некоторые советские черты, это то, что очень быстро меняется. Это не с генами. В новых условиях они совершенно по-разному работают. Но, правда, зато у нас и открытия делаются за счет того, что иногда плохо помыли в кабинке и вдруг обнаружили. Место советской науки в международном контексте. Значит, продажа имиджа, который здесь создается. Создается в данном случае физиками. Так, давайте говоря, вот. Значит, про восприятие того, как этот имидж советской науки на Западе функционирует, мы понимаем очень мало, потому что надо смотреть в этом смысле на западные исследования. Но я вот этим не занимаюсь, не могу ничего сказать. Наверное, есть такие исследования. Да, не сомневаюсь. Но как производится, здесь показывают, да, и как распространяется, да, и кем, и как это... Потому что распространители, они искаживают, условно говоря, то, что им верено воспроизводить при общении с иностранцами. Но понятно, что единственное, про потребление можно сказать, что уровень науки в некоторых властях советской науки, да, на Западе оценивалось и очень высоко, но всегда это были поправки на организацию науки. Я помню разговор двух директоров института, институтов ФРКшного и Российского, советского. Во времени, когда и ФРКшный приехал, рассказывал, зная, как на каком высоком уровне в мире оцениваются результаты этого нашего института, он сказал, да, конечно, мы примерно одинаковы по своему уровню, но у тебя работает 400 человек, а у меня всего 100. Поэтому для нас это вопрос советской организации науки. Из доклада Гарри Орлова я понял, что СССР погиб из-за того, что надорвался на финансирование длиннопереводной науки. Значит, иностранцы должны ввести подготовленный для них товар. Они открывают, мы открываем для иностранцев засекреченные города, некоторые, конечно, показываем им все, что мы считаем, что им нужно все показать. И очень хорошо вспоминается известное книжное путешествие в 1839 году. И он подробно описывает, как русские абсолютно все показывают, но не дают возможности задать вопрос. 24 часа контролируют вот эти некоторые черты, которые перешли в советскую вентальность. Я сейчас закончу, сделаю некоторые обобщающие слова. Каким образом это все делается? Так если я там чего-то рассказал, но мы можем очень много рассказать о том, как это делать в советской организации. Значит, доклады, которые нас слушали, они помогают, ну, не в общем случае, помогли определить, в общем, что такое советское. А советское, как совокупность правил, стоящих за привычными практиками советского времени. Значит, конечно, эти правила постоянно менялись, мы видим, как в разные десятилетия, в разные годы, за весь советский период эти правила менялись. Я бы обратил внимание следователей именно на изменения правил. Почему они менялись и каким образом? Возможно ли провести границу, в данном случае, между советским и несоветским? И, как тут возникает вообще вопрос, досоветским. Мне кажется, что такой границы нет. Ее можно представить, но вообще ее не существует. Потому что советское впитало в себя все, что приемлемо было из всех предыдущих культур, условно говоря. Отбросило все ненужное, выросло из правил разных, в мелье, которое существовало в этом обществе. Что-то сформировалось идеологией, точнее, было искажено в процессе потребления этой идеологии. Но в этом смысле, значит, советский народ, конечно, последние тридесятилетия советской власти сформировался. Я могу предположить, что примерно в 60-е годы мы имели представление уже, что есть такой советский народ, очень гетерогенный, очень разный, включающий антисоветский народ. Безусловно, потому что мы видим, что антисоветский народ, он абсолютно по тем же правилам, что советский жил, но просто с другим знаком. И у нас не было, конечно, в стране, у нас не было этого демократного общества после Сталина, и в этом смысле не было единого процесса репрессивной социализации, единого образца. И вот его задача. Значит, экспортно-импортные отношения, как включение СССР в глобальный мир, усвоение глобальных правил, правил фактически европоцентричных, формировали новое понимание советского, отринувшее многое, многое ненашедшее время, ненашедшее место после Сталинской реакции. Я бы говорил об экспортно-импортных правил, говорил о советских правилах. Значит, советское – это совокупность отношения к вещам и к людям, на которые наложили отпечаток правила, а эти правила аналитик может назвать советскими. В отличие от несоветских, эти правила сформированы институтами советского общества, а люди социализированы в этих институтах. И мы пытаемся всегда найти в советском какую-то экзотику, которая в других обществах не существует. Ну, например, сложная организация публичного пространства, которая связана с длительным доминированием неформальных правил над формальными. И действительно, в главе советского человека возникла такая граница, по которой проходит молчаливое договор с государством, где можно говорить о чем-то, где о чем-то нельзя. Но на вкус исследователя искать такие экзотические правила. Но жесткие границы, еще раз повторяю, нет даже для такого острова, как Советский Союз. Чему важно понимать Советский Союз? Потому что для понимания сегодняшних процессов общества невозможно без детального понимания советского человека последних трех-четырех десятилетий его существования. Я вот подчеркиваю эти три-четыре десятилетия, потому что эти люди делали нашу постсоветскую реальность. И продолжают делать. Не только люди, но и те институты и правила, которые существовали в 70-е и 80-е годы. Эти институты продолжают действовать, но согласно мне то есть институты и теории они отпечатались в головах людей и даже если они исчезли, значит, они еще будут долго действовать. И в этом, значит, ценность исследований социального в послесталинскую эпоху. Мне кажется, это очень важная эта послесталинская эпоха для понимания сегодня, о чем были сделаны эти доклады. Спасибо. Спасибо большое.